вот сюда мы будем ставить вторую розетку она у нас здесь встанет но у меня возникла проблема мы сейчас имеем доступ за стенку и я вижу здесь стоит стойка стойка п-образная одна стенка идет так дальше вот так и вторая стенка идет сквозь стене эти листы пришиты вот к этой боковой поверхности и из комнаты листы пришиты к той боковой поверхности и вот здесь у нас сплостная стена перегородка здесь за коробкой сразу начинается минвата если бы не было стойки я бы мог как-то пропустить провод сюда довести его но сплостная стенка мне не даст этого сделать а там листы уже пришиты то есть пространства никакого нет единственный вариант снять вот эту плитку пропустить провод здесь и затем уже пропустить вот здесь слой гипсокартона этот провод и затем подвести его к нашей коробке сейчас я буду снимать эту плитку а потом приклею например на силикон силикон нормально будет держать прорезаю слой затирки потом слой цемента и вместе с листом гипсокартона я сниму его вообще как дублировать розетки вы можете посмотреть на моем канале я здесь особо подробно показывать не буду у меня там есть отдельный ролик дублирования розеток под столестницу и как это так называется вот и вы там можете подробно посмотреть процесс здесь я буду делать то же самое с небольшими отличиями где-то у меня тоже есть ролик где я там вырезаю плитку тоже можете посмотреть для вас может быть полезно проходим клей и дальше идет гипсокартон так теперь эту сторону проработаем вот я уже прорезал гипсокартон вот эта плитка зажимает тупо поэтому здесь уже не прорежешь но я вымою все равно ну вот в этих трех линиях я гипсокартон прорезаю теперь я возьму просто полотно от ножовки полотно от ножовки по металлу я возьму и пройдусь по щели так так в обратную сторону так 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 Ну вот. Насколько мангель мы протирили. Теперь надо плитку будет вымыть. Пробуем вымыть плитку. Вся сложность в том, что снаружи она зажата вот этой плиткой. Вот так. А сзади наверняка стоит еще стойка. И нам надо сюда ее вынуть в надежде, что подогнется слой гипсокартона и плитка выйдет сюда. По идее надо снять еще и вот эту плитку, но совсем не хочется. Я попробую сделать все-таки по простому вариантам пройти. Вот. Это лопнул гипсокартон и мы добрались до зазеркаля. Так, вот у нас идет гопро. И она опускается. Она опускается туда вниз. Нам надо будет как-то вот так провести сюда. Ну давайте попробуем. Вот наш провод. Так, ну осталось его довести вот до сюда. Мы сейчас просто в гипсокартоне сделаем канал и все. И проведем провод. В другом варианте я не вижу. Ну вот дырка уже есть. Я могу просунуть кабель, наверное. Вот так. Провод у нас прошел. Здесь он уже пойдет в коробку. Это выхватит. И сюда, наконец, все. Вяжем провод. И ставим коробку. При этом она у нас будет так. Так, значит, этот провод у нас подойдет будет сидеть. Все у нас шикарненько. Затянем винты и установим нашу коробку. Коробка зажата на месте. Сейчас лучше поставить еще розеточку, чтобы потом под потолешницей не лазить. И терпевило, крутим винтик. Все нормально. Теперь поставим на место нашу розеточку. Осталось только винтик. Если не в коробке, то еще и резьба разбита в какое-то точнее. Можно взять винтик длиннее. И подставить его на место. Теперь можно и розеточку. Теперь надеваем нашу крышку на место. И у нас все готово. Розетки продублированы. Плинку поставим на место. Плинка обеспечивает белый санитарный силикон. Так, просто дешевле и проще. Все, что хочет плитка, просто сказать, придержите меня, чтобы я не упала. Она и так будет держаться хорошо, никуда не продавится. Поэтому можно использовать обычный санитарный силикончик. Без особых свойств. Что-то у меня не входит сюда. Так, мы готовы. Плинку клеен на обычный санитарный силикончик. Промазываю край. Гипс я, конечно, не промазываю. Промазываю только керамику. Потому что гипс здесь пыльный. И чтобы приклеился силикон на него, его надо грунтовать ждать часа три. Пока грунтовочка застынет. В общем, это не то время. Теперь ставим плитку на место. Вот она у нас стоит на место. Сейчас мы ее выровняем с помощью грусочка. Берем грусочек и вырамываем вот так. И вот так. Все она стоит у нас ловенько. И теперь мы вот этот шов проработаем силикон. И он будет у нас хорошо держать плитку. И работать как шов силикон. Межплиточный шов. Вот так все ровно и красиво. И вот после установки столешницы мы видим результат нашего дублирования розеток. Как удобно. Вот эта розетка у нас была. И вот наша новая. Здесь у нас будет стоять стиральная машинка. И мы ее спокойно включим в эту розетку. И мы ее на Audience. Ли-ка? И мы ее так видимым. И я так видим. Кажется. Здесь у нас осталось благодарную задачу. У нас будет succeeding. И нас будет отличная задача. Продолжение следует...